И мы хотим посмотреть, просто, какую там, по счёту. Это была третья игра, мы хотим посмотреть четвёртую. Очень хотим четвёртую нормально посмотреть. Пятую, да. Потому что до этого это всё была разминка. Вот, наконец-то он передропался, только не... Ой, эээ, стычка, стычка в центре, смотри. Хорошо, но нейм сейчас убивает Хэппи. Да ладно. Неужели? Диджи. А ведь мог просто копаться и сидеть на своей четвёртой базе. Ну что, я, как и вы... Слава богу, будет ещё одна игра. Как и вы, друзья, видел эту игру, этот камбэк. Могу сказать, что это очень крутая игра. Поздравляю. Но счёт 2-1, и у нас впереди как минимум одна игра. А может, две. Одна или две. Запили-ка ставочки, запили ставочки. Ставимся гэгэшечки. Пишем в комментариях. В общем, веселимся. Сив, кстати, тем временем в Питере уничтожает. Да, я интервью как раз с ним видел не так давно. Как раз с этого турнира вчера. Какого турнира? Ну, вот это вот Ось, Оки, Оки, как он называется на выставке. Оки-доки? Оджик. Оджик. Так и называется. Оджик. Оджик. Оджик не по-детски. Задержка на 5 часов. Ну и другие приколы. Слава богу, что киберспорт в России поднимается. Наверное. Нашелся опять один человек, который почему-то у него все лагало. И он с нами пропустил эту эпическую игру. Но все же записывалось, правильно? Записывалось все. Приношу еще раз извинения за такие вот проблемы. Сейчас должно быть все ровно. Ты-то при чем? Да я... Да там, да. А что ты берешь сейчас? При чем? Все равно приходится мне отвечать. И в чате, макер, реши проблему. Реши, реши. Нет, Маша ушла, я не доел, посуду не помыл, реши проблему. Я постараюсь помыть посуду. Ну пожалуйста. Говорят, что ни у одного лагало. Ни у одного. Вообще ни у кого. Ни у одного. Просто ни у одного. Просто ноль. Так. У меня проблемы нет. Единороса. Единоросы. Единая Россия. Я, конечно, хотел бы, чтобы у нас Россия была единой. И хочу. И хочу, чтобы не лагало. Но разве это зависит от меня? Разве? От меня зависит, помою я посуду или нет. И вот за это мне отвечать. И отвечать не перед кем-то там, типа себя. Перед женщиной. Это гораздо опаснее. Плюс, а ты можешь зайти эту самую игру, кнопку нажать одну. Блин, опять начинается. Ну, Михалыч. Только я пошел в автопики. Я просто в чатике смотрел, что пишут. Понимаешь, в Альтабе. Я постоянно смотрю на чатик. Это много удовольствия. У тебя два монетра, ты крутой. Да, повезло, конечно, повезло. Повезло тебе. Представляешь, на одном как. Альтаб, альтаб. Пальцы уже болят. Четвертая игра. Happy Video 2.1. Но в прошлой игре No Name. Я, правда, тоже половину игры не видел. Зато Брюс видел. Ничего кто-нибудь по радио слышал. Radio Next. В следующий раз получится. Ну что, карта у нас сейчас, я даже не знаю, как она называется, но на ней ЛЗ выиграл у стрелка. Она прикольная. Здесь есть... Ты на меня поставил, Михалыч? В смысле? Курсор. И ушел? Да, вот. Ты с кем сейчас? На тебя курсор поставил. На меня поставил и ушел, да? На голову у тебя курсор. Устал и ушел. Над головой у меня курсор. Прицел у меня над головой. Так. Значит, наверное, надо сделать тогда какие-нибудь умные кнопки. Нажать production. Empire Happy у нас появился сверху. Дорогие друзья, здравствуйте. С вами Мишкир, который не отвлекается. И Брюс, он же Игорь Андреевич, который отвлекается. Перед нами желтый No Name. Который прославился тем, что выиграл прошлую игру. И не просто, а халявил, фейлил, халявил, фейлил, но все равно выиграл. Потому что Happy, император, сделал невероятно и зафейлил больше, чем кто-либо от него ожидал. Никто не ожидал, что можно слить столько войск. И не на мини, просто взял, напал и как-то неудачно. Так что переломные моменты бывают даже с Happy. Если вы играете с Happy на деньги, на большие и проигрываете, не отчаивайтесь. Вы можете еще повышать ставки в процессе игры. Потому что есть шанс, что он еще отдастся. Happy будет играть опять через CC. И No Name будет тоже играть через CC. Оба игрока выбирают консервативные стратегии. Такие называются они. Микро-макро. Макро-микро. То есть через экспанд. Посмотрим, кто первый из них заложит. Третий CC. На данный момент мы видим, что No Name на полторы секунды обгоняет Happy. И это выводит его в значительный плюс. По второй базе. Вот. Но, к сожалению... К сожалению... Не, все пока кристально. Кто поставит? Не, здесь пойдут два барака. О, No Name. Блин, он зачем-то вывел двух рабочих. Хотя денег у него еще не хватало. Так, а Happy уж точно не дурак и поставит третий CC. Это не к тому, что No Name дурак. Это не обижается. Смотри, на что напрягает с КСМ-кой. Заходит. Оп, и запилил буром КСМ. Ой, и еще минус CC. Ты смотри. Минус рабочий, который строит CC. Вот такой вот беспредел устроил. Happy. Контроль! Ай, 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 ай. Два, пять хитов. Получилось. О, кто первый выстрелил. Все, вот это монстр. И третий CC пошел. И пошел третий CC. Хорошая ситуация в Happy. То есть он с одним бараком под напряг, на CC больше построил. С таким рабочим, одним мариком, сам поставил три CC. И сейчас... Ну что, друзья. Кто поставит сейчас на ноунейма? Давай посмотрим в чатике этих одиноких два менеджера. Ой, хорошо. Хорошо. Так, они не в чате. Да не, они в чате. Наверняка стрим слушают. Понятно. Да. Вот. Но я тоже почему-то думаю, что преимущество у Happy хотя бы потому, что... Ну, три CC это лучше, чем два, когда у тебя еще второй подбревает. Подбревает. Хорошо, что он не отменил. Знаешь, еще раньше в первом StarCraft часто была такая ошибка. Отменяешь рабочего, который строит нычку, чтобы спасти его. И вместо этого там типа или барак отменяешь, или нычку. Половина турниров на этом проигрывалась. Вот. Но сейчас, видишь, все круче. Заходит Happy, просто в наглую смотрит количество рабочих мулов. Все мадыки пропускают рабочего. Боже, какой кудесный рабочий, который приходит, смотрит. А, ты не делаешь, что я ТЦЦ? Ты хочешь пушить меня? Спасибо, спасибо. Можно я здесь что-нибудь построю? Давай встанем в сторонку. По-моему, даже, но он этого и не заметил. Да, не ищет он. Не ищет и... А кто не ищет, тот и не найдет. Боже, что происходит? Может, он отошел, может, он в Вольтабе, так же, как и Майкер. Решает, все нормально. Все нормально. Полетел ЦЦ. Правда, ему камни еще долго нужно уничтожать. Чтобы нормальный проход был. Если Happy, просто он по мейну вот сейчас была 7.40, и рабочий на мейне бегал. Просто. Просто-напросто. А у товарища NoName опять проблемы с supply block. Ладно. Он поставил третий ЦЦ, правда, собирается лететь ему наверх. Здесь третий ЦЦ уже у Happy наверху. Он сделал две инженерки, у него все круто. Но, давай подумаем, что может сделать NoName. Да, и он делает четвертую нычку. То есть, типа, я сейчас агрессивный, а теперь я халявлю. И тоже заказывает апгрейды. И, в принципе, есть, есть шанс. Потому что лимиты не так и... Но сейчас будет вырываться немножко вперед Happy. И Happy сразу переходит в танки, благодаря которым он может дефенситься в нескольких точках. Тем более, на этой карте очень легко задефенситься. Ну, вот, я имею в виду, турет-дефенс плюс танк-дефенс. Везде стоят марики, всю карту видят. Вот надо было, конечно, сделать скайп-шоу сначала с NoName. И если бы он убивал разведку, то Happy, может быть, где-то перестраховывался. А так у него все. И зелнаги контролируют, и марики по центру стоят. Ничего не боится. Так, ну и что мы имеем на сегодняшний день? Лимиты равные. Быстрее третью нычку поставил Happy. Однако, грейды они заказали одновременно. Ответом на... Такое начало было у... нанейм от тем, что он поставил сразу и третью, и четвертую нычку, и третью, и четвертую. Но сейчас должна быть инициатива в его руках. Иначе, если он не будет бегать по центру, и его самого разведут. Тем более, сейчас по лимиту он должен уже прибавлять. Император, правда, император не добавляет бараки. Это меня очень смущает. А, потому что он туретится. Есть у него пара бараков справа, и... Все, все. Вот он защитился. Не, он сначала просто, видишь, прикрылся по-старокрафтерски. С одной стороны, с другой. Посмотри, у него прям туреток. Я вижу четыре радарные. Пять, шесть. Шесть туреток. Молодец. У него доделался один-один. Выходит в центр. Значит, танки стоят сверху. Да, сразу все желание отпадает туда проходить. А вот двойной дроп, может быть, как-то куда-то. Там викинг патрулирует сверху на третий. Две туретки стоят. Не, никаких вариантов. Надо, надо... Ой, а здесь еще Марик спасся. Ты видел, на симпаке убежал. Хэппи контролит. Хэппи контролит? Хэппи контролит. Я это еще в Варкрафте слышал. Ух, но Нейм завтыкал с арсеналом. У него сейчас грейды запаздывают 2-2. Да, и опять саплай блок будет. Нет, очевидно. Да, похоже на то. Не, вот вошли саплай, но все равно. Ничего не успеет. Хотя нет, успеет. Там 14-7 лимита еще в запасе есть. Что, Хэппи выходит, что ли? А он про 4-ую базу не знает, да? Да, 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 да. Но там... А ну, Нейм тоже полимиты вырываются. А там уже по 2 Марика подходит, разоружает. Я говорю, если ты убил разведку, надо сначала потом всех Мариков обратно свести, а потом заново. Ну, такой кулдаун. Пиум-пиум-пиум, пиум-пиум, пиум-пиум. Газ, кстати, на 3-й базе Хэппи не добывает. Там по одному рабочему бегает. А вот сейчас он это заметит. Нет, не заметил. Начинает двигаться уже войсками. То есть он скопил 107 лимита, ставит 4-й ЦС, и ему уже нужно двигать по карте. Вот он поздно 4-ю ставит, очень поздно. Сейчас вот уже есть... Не, это нормально. Ну как, во-первых, уже есть разница по лимиту, это раз. А второе, пока оно достроится, пока оно... Там 4-я раскачана фактически. Вот у него, посмотри, 13 рабов минералы, все, в газилке собирают. Первый, первый ответ. Грейды? Ну, Грейды это завтыкал, да, это виноват. А второй ответ. Танки, количество танков. Посмотри на количество танков. Тут же все-таки танки будут дышать. Хотя, если в чистом бою... Да, и смотря как встретить, если вот заранее, если... О, сейчас можно, вот, сейчас нормально, нормально. Не идти вперед. Вот хорошо. Ой, полетел Марик, ты видел? Да, и надо теперь уничтожить вот этот танк. Викинга отгоняют, танки с танком перестреливаются. Вот, пожалуйста. Все, складываемся и идем дальше. Кто? Складываемся и с приростом идем. Ну, кто? No name? No name. Только не на войска, а сразу вверх. Я думаю, что он будет ждать на третьей базе. Вот, видишь, там камешки и небольшой... А нет, решил обойти. Так, а прирост, если захочет, он придет сюда. Более того, в этот момент четвертая база ставится. Да, вот, это не очень приятно. Ой, и дробно... Дроб, 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 передробом! Вет, и только ушло оттуда все, да? Вот только что там были войска. Нет, это хорошо, хэппи. Минус СС просто, тыкнул и все. Еще улетит! Да ладно, и на мейн! Пока. Хорош. В этот момент, конечно, уничтожаются там в центре все танки. Это, конечно, спасибо. Но здесь опять минус СС. Да тут минус миллион рабочих. От СС надо было все-таки тыкнуть, да. Минус СС. И все. От четырех две базы остается. Что делать? Ой, можно было убить эту инженерку, которая крутится. Грейт еще попробовать. Еще полетели. Еще полетели. Причем что-то случилось еще и на второй базе. Потому что там лечится рабочий, и они неполный порядок там по количеству рабочих. Еще один дроп от Хэппи наверх. Остатки уже шесть мариков. Будут жертвы от рабочих. Минус один, второй вижу, третий, четвертый, пятый. Вот это хороший дроп, да? Минус 20 С, минус где-то 20 рабочих. Наказывает за халяву, во-первых. Туреток нет, да? Да, то есть этот экономит на туретках, а Хэппи не делает этого. Он защищается достаточно качественно, и после этого он сам знает, что если вот так, то я могу подойти, потом дропнуть, потом передропнуть. Еще один дроп на четвертую базу. Смотри, сверит опять голяк на базе, на одной из двух последних добывающих. Свеженькие мулы кинуты, и марики просто вычищают. Все вычищают. Смотри, что сейчас последний тупой налом будет. Да, здесь готов уже будет Хэппи, раскладывает заранее танчики, и даже не хочется нападать сюда. Перехотел. Но нычку-то потерял нонейм в любом случае. Надо на четвертую, на четвертую сейчас. Логично вниз. И там, кстати, на третьей никого нет. Как он, как он, он не защищается вообще, он забил. Он забил, он забил на эту игру. Минус все рабочие, сейчас будет последняя атака. Но Хэппич уже передислоцировался, танчики разложил. Да ему можно даже четвертую сдавать, с такой экономикой нонейма. Еще минус цц от дроп делает. Можно опять на мейн перелететь, там наверняка много вкусного. Там цц как раз построился. Да. Не, просто убить цц. Хэппи недоконтроливает дроп. Но он понимает, что, в общем-то, главное сейчас отковыряться вот от этой осады. Ну, пожалуйста, убей еще, смотри, раз цц и два цц, убить все цц, такой квест. И этот будет такой... Марьки, пошли, вырубают эти реакторы, хорошо вырубают реакторы. Играет одинаково, но здесь два медвака. Почему? Хотя... Благодаря медвакам-то выиграет. Еще танк выходит. Не надо было. Не надо было. ГГ. Ну, некрасиво, надо было убить два цц. Это три-один. Это три-один. Надо показывать, что ты круче. Император молодец, порадовал. Ну, как три-один. Почему три-один? Все же хэппи-вей. Ну, почему? Ну, а до этого? Ну, нейм. Ну, сейчас вспоминай, ты, видимо, что-то пропустил. В итоге какой счет? Ладно, Мишкир, три-один. Не надо вот так. Ты куда-то ушел. У вас тролл реально три-один. Все хорошо. Да, три-один. Какой ты тролль все-таки, а? Ладно, тролли. Немножко это самое, чтобы ты... Я хотел бы... Немножко, чтобы ты ожил. Во-первых, поздравить императора. Славу императору. Он берет квоту, самый главный приз. И будет 23-го, насколько я помню, да? 23-го марта. Играть. А с кем, кстати, он будет играть? Ты что, не знаешь, с кем он будет играть? Да, я еще не знаю. Ты не знаешь таких игроков, как Сливака, как Кафик и Фраерок? Фраерок. Ну, Фраер, а не Фраерок. То есть, они поймут. Есть один Фраерок. Поздравляем, во-первых. Мы хотим именно Фраерка и позвали. Но по ошибке приедет Фраер. Будем обязательно смотреть, как там матчи будут проходить на финале. Во-вторых, я хотел бы еще разок сказать... Я не благодарю их. За то, что у нас были лаги. Если вам станет легче, это какие-то турки стримили на наш сервис футбол. Их было там 12 тысяч коннектов, сволочи. Вот. И потребовалось некоторое время, чтобы турков скинуть. Чтобы они дали нам свободного канала. Вот. Спасибо тебе большое за компанию, за комментирование. Веселое. Ну что ты? Уже все. Уже не актуально. Ты там про каких-то нехороших людей. Я думал, ты реально хочешь высказать респект и уважуху пацану, который поддержал такое мероприятие. Занимал эфир. Смотрел ТВТ. А ты нет. Разговариваешь с людьми в чатике. Они тебе гадости пишут. Они тебя во всем винят. А ты еще. Надо игнорировать. Игнорировать или подтирать. 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 Смешное слово, подтирать. Но, знаешь, если вот собачка что-то делает, то надо подтирать. Так и в чатике. Да. Ну что дальше? Два на два? Да нет, я сегодня... Ну давай я тебя тогда расконтролю. Мне нужно ехать. Да, я понимаю сейчас. Ну конечно вот. Да, надо валить. Срочно. Ну вот так вот и да. Я тебе предложил потренироваться. Да я хотел бы покатать. Я сегодня еще Влада режет. Два часа с удовольствием катнул. А у тебя, наверное, работы опять много. Правда ведь? Ну вообще есть чем заняться. Но, ты знаешь, как-то не хочется. Тем более у нас, для того, чтобы не приступить к следующему пункту, мне сначала нужно обсудить с тобой А1. А, да, точно. Ну сейчас давай, есть минут 10. Во-вторых, я хотел сказать, что в третьих уже получается. Сережа будет сделать стрим с... Сережа будет стрим с MLG делать через 23 минуты. И я надеюсь, там все будет хорошо. Благодарю вас за внимание. Если что-то вдруг пропустили, какой-то троллинг идет, запись зальется на YouTube и все будет хорошо. Все. Всем пока. Хорошего вечера. Всем пока. Ну, Миша прощается. А я на самом деле, несмотря на то, что он отключит стрим, и меня не будет слышно, буду продолжать разговаривать с вами. Так что переписываемся.